Шесть свалок рекультивируют в Тверской области в рамках реализации национального проекта «Экология» до 2024 года. При этом долю твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, планируется довести до почти 50, а на обработку до 100%. Такое решение приняло региональное правительство. Тверская область продолжает процесс рекультивации и модернизации свалок. В частности, обновлен мусоросортировочный комплекс на 21-м километре Беженского шоссе под Тверю. Его мощность увеличена на 60%. В текущем году планируется начать технический этап ликвидации свалок в Кимрах и Нелидове. До 2023 года такая же участь ожидает старый полигон, расположенный под Тверю. В том состоянии, в котором сегодня она есть, она составляет угрозу притоку Волги. Это река Орша, которая через ручьи может, все эти отходы могут просачиваться на наши водные объекты. Особое внимание власти региона уделяет вопросу поступления твердых бытовых отходов на мусорные полигоны Верхней Волги. Никакой речи и быть не может о завозе ТКО из других субъектов страны, подчеркнул губернатор Игорь Руденя. Мы совершенно четко определили свою позицию несколько лет назад, и для нас это не является ни бизнесом, ни каким-то значимым проектом завоза, переработка мусора с других территорий субъектов Российской Федерации. Поэтому расположена схема и создана схема территориальных площадок и временных площадок по перегрузке, накоплению, исходя из потребностей каждого блока муниципалитетов. Кроме того, Верхний Волжи реализует новые принципы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Внедряется система раздельного сбора мусора. Она уже действует в Твери и Калининском районе. Далее ее распространят на Ржев, Нелидово, Вышневолочок и Торжок. Благодаря этому в ближайшие несколько лет долю ТКО, направленных на утилизацию, планируется довести до 50%, а на обработку до 100%.